Передвижной пункт весового контроля на трассе Улан-Удэ-Турунтаева начал работать с декабря. С этого момента у бургузинских перевозчиков леса начались проблемы. По их словам, теперь они вынуждены работать на одни штрафы. Владимир Владимирович среди водителей занимает лидирующее место по количеству, а главное по сумме штрафов. Не так давно на посту весового контроля его оштрафовали. За перевес в три тонны ему придется выложить 60 с лишним тысяч рублей. И это за один рейс. При том, что мужчина не первый год занимается перевозкой леса и загружает его постоянно в одинаковом количестве. Из расчета 800 килограмм один куб. А в актах, которые выдают на посту, то и дело меняются показатели. Я считаю, это неправильно все. Потому что какие-то космические штрафы, натуральным образом космические штрафы. Где их такие деньги взять? Сейчас будет, естественно, суд. На суде придется объясняться, но и даже суд не присудит ли что-то там. Где я смогу заплатить эти деньги? Где я их возьму? По идее-то они должны объяснить, растолковать все вот это. Что и как. Они вот эту мне бумагу дали. Вроде смотри. Ну что смотреть? Я же, ну цифры, да цифры, да. Я откуда что знаю там? В этих цифрах. Допустимый вес автомобиля 40 тонн. При этом, как объясняет Минтранс, учитывается количество осей на грузовиках и прицепах. Чем их больше, тем равномернее распределяется груз. Выходит, машинам с малым количеством осей лучше вообще не рисковать и не выходить в рейс. Между тем, это не единственная претензия водителей к Министерству транспорта. По мнению другого водителя Михаила, погрешности работы пункта не только в весах, но и в их установке. Мужчину оштрафовали зимой на 21 тысячу рублей. Но он не стал с этим мириться и обратился в суд. По мнению Михаила, при установке весов не всегда соблюдают положенные нормы. Прямо в колее выдолбили по эти, как они называются, ну, пускай будет так. Да, выдолбили. У меня свидетели есть два, что так все это происходило. В суде они давали показания. У нас в Усть-Баргузине мировой суд оправдал. У меня был пересуд уже в Баргузине, в районном суде. Там опять вынесли приговор, чтобы я платил. Но мы подали конституционное письмо с адвокатом. С одного рейда водители имеют около 20 тысяч рублей. Половина уходит на топливо, другая часть на содержание машины или аренду. В итоге чистыми получается не больше 5 тысяч, сетуют мужики. Если так пойдет и дальше, придется отказываться от этой работы. Только где найти другую? Вопрос. Тем временем в Минтрансе объясняют, что весы показывают точно. Они проходят ежегодную поверку. А такие пункты – один из способов хоть как-то сохранить дорогу в надлежащем состоянии. Все весовые параметры в автоматическом режиме обрабатываются с помощью специальной компьютерной программы, которая и рассчитывает размер штрафа в зависимости от превышения допустимой массы и протяженности маршрута. Также оператор готов ответить на все интересующие вопросы на месте. Высчитать самостоятельно плату за вред нанесенной дороги, например, за одну тонну перегруза, практически не представляется возможным. Водителям известно лишь два параметра. Протяженность намеченного маршрута и вес большегруза. Остальное умная машина рассчитывает сама. Как говорят водители, они и готовы были бы к таким условиям, если бы цена на лес, который они перевозят, поднялась. Но, похоже, в ближайшее время этого не ожидается. Сейчас водители лесовозов готовят жалобу в прокуратуру. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, Первая альтернативная, Баргузинский район.